Генная инженерия появилась лишь в 20 веке. Учёные не подозревали, что гены отвечают за наследственность до середины 20 века, а первые попытки прямого вмешательства в геном ради достижения определённых целей были предприняты в 1970-х годах. Однако важно отметить, что люди так или иначе пытались повлиять на гены организмов уже очень давно. Например, в природе встречаются волки. Но сегодня с нами живут вот такие животные. Эти собаки не появились естественным образом в природе. Они появились в результате многих поколений селекции. Люди взяли животных, похожих на лис или волков, и стали отбирать тех, которые обладали определёнными признаками. Например, человек мог отбирать для дальнейшего скрещивания только то потомство, которое не вырастало и оставалось похожим на щенков. Или только то потомство, которое было более покорным, охотнее слушалось человека. Или тех, кто лучше остальных охотился на грызунов. Так или иначе, отбор потомства с определёнными признаками со временем привёл к появлению различных пород собак. Несмотря на то, что этот процесс длился сотни и тысячи лет, человек таким образом пытался повлиять на те признаки, закодированные в ДНК, которые хотелось бы передавать от одного поколения к следующему. Люди ещё ничего не знали о генетическом коде, но по сути старались внести в него свои коррективы. Аналогично можно заглянуть в царство растений. Если вы заходите в магазин и видите на прилавке сладкое сочное яблоко, то знайте, что когда-то давно таких яблок не существовало. Несколько тысяч лет назад люди обнаружили в природе дикие яблоки на диких яблонях. Вот это у меня иллюстрация о яблоне. Но, к сожалению, яблоки были кислыми, жёсткими, их было тяжело собирать и есть. Но со временем люди стали отбирать яблони с более сладкими и крупными плодами и создавать условия для их дальнейшего размножения. Таким образом, спустя много лет яблоки стали большими и сладкими, такими, какие вы видите их сейчас в магазинах. Большая часть современной сельскохозяйственной продукции получена в результате сотен или даже тысяч лет подобной селекции. И несмотря на то, что селекция не попадает под определение генной инженерии, которая всё-таки подразумевает прямое изменение генома, возможности для которого появились лишь в последние десятилетия, это всё равно попытка людей повлиять на ДНК животных и растений, только на протяжении очень-очень долгого периода времени. Но, как я уже сказал, в последние десятилетия мы научились вносить гораздо более точные изменения в ДНК благодаря генной инженерии. В следующих видео я расскажу подробнее, как именно это происходит. Но в основе этого процесса лежит понятие рекомбинантной ДНК. Его суть заключается в том, что мы можем взять гены одного организма и внедрить их в геном другого организма. Вы спросите, зачем это нужно? Представьте, что вы хотите вырастить яблоню, но выбранный вами сорт очень восприимчив к определённому заболеванию. И если яблоня заболеет, вы потеряете весь урожай. Но что, если вам удастся внедрить в геном этой яблони ген, который сделает её более устойчивой перед этим заболеванием? Именно этим и занимаются современные учёные. Они внедряют в геном этой яблони чужеродную ДНК. Причём источником этой ДНК может быть что угодно. Я читал, как растениям внедряли ДНК насекомых. И эта идея создания рекомбинантных ДНК и генетических модификаций продуктов, то есть получения так называемых генетически модифицированных организмов, достаточно неоднозначна. Многие считают эту технологию благом. Она позволяет нам создавать более здоровые продукты. Внедрение в яблоню чужих генов может сделать яблоки более питательными и более полезными. В них станет больше витаминов. Другие возразят, что мы не можем предсказать всех возможных последствий таких манипуляций. Мы можем считать, что делаем полезную вещь, но как со временем скажется на нас поедание таких яблок? Я предлагаю вам подумать над этим вопросом. Однако, задавая подобные вопросы, мы приходим к так называемой биоэтике. Чем больше мы учимся контролировать геном, и в первую очередь геном человека, тем чаще мы будем задаваться вопросами, что хорошо, а что плохо. Но вернемся к генной инженерии и рекомбинантной ДНК. Представьте, что нам, например, нужно создать инсулин для диабетиков. И мы можем взять клетку бактерии и внедрить в нее ген, помогающий вырабатывать инсулин. В результате чего эта бактерия станет фабрикой человеческого инсулина. Вырабатываемый ею инсулин можно собирать и обеспечивать им диабетиков. Это еще один пример использования рекомбинантной ДНК. Таким образом, человечество входит в интересный период своей истории. Тысячи лет мы выводили сорта и породы селекцией, а сейчас мы учимся изменять природу на молекулярном уровне. И это ставит перед нами множество вопросов. Безусловно, мы сможем сделать много полезного. Создать новые лекарства, вырастить новые устойчивые к болезням растения. Но какой у этой идеи может быть побочный эффект? И биоэтика сталкивается с самыми сложными вопросами. Когда заходит речь об изменении генома человека? Ведь вмешиваясь в геном, мы не просто изменяем один организм. Мы влияем на всех его потомков. Мы изменяем весь генофонд. Есть, конечно, аргументы за вмешательство в геном человека. Например, избавление от некоторых опасных и даже смертельных болезней. Но со временем люди могут захотеть стать чуть выше, иметь определенный цвет волос или более здоровые зубы. Или даже родители могут захотеть, чтобы их ребенок обладал определенными признаками. Поэтому чем больше мы задумываемся о применении генной инженерии, тем больше вопросов перед нами встает. Спасибо, что посмотрели наше видео. Надеемся, что вам понравилось. Поддержите наш проект подпиской и посмотрите остальные видео из этой темы.